Чувствую себя после таких сборов очень уставший. Приехал сюда после отпуска, надо было восстановить свои физические кондиции. Хорошо отдохнул, начинал хорошо поработать. Сейчас первый сбор прошел, сейчас отправляют нас на пару дней домой отдохнуть. Потом в 4 часа начинается сбор в Южном. Я думаю, работа продолжится, хорошая работа продолжится. И потом едем в Белоруссию на турнир. Я думаю, надо себя показывать. На данный момент в команде ребята все младше меня. Конечно, может, какого-то опыта не хватает. Но я вижу, что ребята стремятся, они работают, они не жалеют себя. Я старше, допустим, они хотят постоянно то ли накрыть меня, то ли забить через меня. Я вижу, что они, когда это делают, они радуются. И, конечно, пускай стараются. Эта работа им поможет расти и расти. Первый сбор был в основном на физическую подготовку. Слава Богу, что все у нас обошлось без травм, все хорошо. Этот сбор мы нормально подготовили к чемпионату. И все будет у нас, в принципе, все. У меня проблема с весом. Состояние нормальное, чуть-чуть крепотурка. Ну, так, боевое состояние. В принципе, можно уже приступать к играм. В следующий сбор уже будут переключаться к играм, которые будут претендентом в национальной команде. Я очень ждала, что сборы в Южном, в Ново-Штоле. Там очень серьезные оппоненты будут, известные, какие имена. Настраиваюсь по-боевому, хочу и всем доказать, и себе доказать, что я чуть больше стою, чуть больше могу, чем остальные. Сборы прошли так, как мы запланировали. Я очень рад, что мы его начали чуть-чуть раньше от того, что было по плану, то, что нам предложили. С чем это было связано? С тем, что мало времени на подготовку, а время для нас очень дорого. Поэтому этот сбор у нас в основном был на специальную физическую подготовку, на тактические схемы, отработка тактических смел, схемы, технические элементы. Ребята должны почувствовать плечо друг друга. Потому что некоторые играли по различным возрастам, но как такового единого коллектива не было. То есть, получается, вроде как и молодая команда, но по сборным они где-то некоторые не пересекались. Поэтому те требования, которые были тренерским коллективом, и то, что будет от них требоваться на площадке, они почувствовали. И следующий сбор уже будет более-менее проще им выполнять те установки, которые мы даем. Потому что от ребят будет очень много... Ну, не то, что требоваться, требования будут очень высокие. Они должны понимать, наверное, философию того, что мы будем, во что мы будем играть. Понятно, что все скажут, что будем играть в баскетбол. Но как будем играть? Если посмотреть по ростеру, у нас не такая высокая команда. Есть пробелы по номерам. Нет ярко выраженного пятого номера. Нет ярко выраженного третьего номера. У нас получается первый, второй и четвертый. Поэтому тактика сборная может быть даже предельно проста. Агрессивная защита, агрессивное нападение, различные прессинги. И все время соперник должен быть под давлением. У нас другого варианта нет. Просто нет другого варианта. Поэтому, чтобы это все выполнить, нужно, чтобы работали ноги, работала голова. И поэтому ребята в этом первом сборе получили тот заряд и те кондиции, которые впоследствии должны помочь воплотить в действие этот план. Поэтому те ребята, которые были на этом сборе. Да, сейчас на последней тренировке было 11 человек. По объективным причинам, сколько у нас там, 3 человека не дошли до последней тренировки. Опять же, это студенческая сборная. Сдают экзамены. Липовый переходит в молодежную сборную, которая начинает готовиться с сегодняшнего дня. Поэтому здесь объективно, что не хватило. Но это не означает, что так мы можем потерять некоторых игроков. Но нет. Список достаточно широк и конкуренция достаточно жесткая. Поэтому я думаю, что на финишной прямой выйдет тот костяк, который будет защищать цвета сборной Украины на универсиаде в Китае. Я очень надеялся на Кирилла Натяжко. Очень надеялся. И мы с ним разговаривали. Но ситуация такова, что есть такой элемент, как у него прекрасный шанс будет в этом году закрепиться основным игроком в Аризоне, в своем университете. И он об этом говорил. И они распланировались тренером, или тренер распланировал подготовку, что он должен был работать все лето. Они ждали, наверное, какой-то более тесный контакт, что тут выбор на сборную. Не знаю, в чем эта причина техническая. Но его нету здесь. И я же говорю, что я бы очень хотел поработать с ним. И он бы сильно нам помог. Его злость, его заряженность на борьбу. Но, опять же, мы не будем сейчас поднимать руки или опускать руки, возмущаться. Это жизнь. Те ребята, которые здесь есть, я на них очень рассчитываю. И пока у меня претензий никому нет. Сбор все ребята провели очень. С большой самоотдачей и с таким воодушевлением. И такая атмосфера сейчас творится в сборной, что я очень рад. Как тренер я очень рад. Ребята поддерживают друг друга. Чувствуется, что это одна семья. Посмотрим, как будет на площадке. Посмотрим, как будет в официальных играх. Самое главное, что они работают с самоотдачей. Нищая ни себя, ни своего партнера. Это самое главное. Я уверен, что это будет на площадке. Опять же, будут официальные игры, будут уже контрольные игры. Это все покажет. Но претензий к ним нет. Владимир Черчин не присоединится к сборной. Спала кандидатура Сергея Москаленко. Я с ним работал по кадетской сборной. Я его хорошо знаю как добротного тренера. Как тренера, который может завести команду. Есть желание расти, работать. Это самое главное. Поэтому может еще пополниться тренерский штаб еще одним тренером. Но это посмотрим, как на следующий сбор. Поэтому, опять же, тут такая считается, что молодая команда. И нельзя пускать ни одного, даже не то что дня, даже элемента. Или что как-то что-то можно пропустить. Потому что любой технический элемент, тактический элемент нужно все время подсказывать, давить. В том направлении, что нужно, что мы добиваемся. Поэтому мелочей не бывает. И нужно это все отслеживать и постараться не упускать. Поэтому лишний пара глаз и умение еще одного тренера работать, я думаю, что поможет. Да, у меня есть такая информация, что да, будут игроки национальной команды работать там. Посмотрим, в каком формате. Мы с удовольствием поможем им в работе. А не нам, может быть, какой-то спарринг будет. То есть, вся работа будет в одном направлении. Не будет каждый тянуть на себя. Но это задача тренеров, чтобы это все правильно выстроить и чтобы это работало. Но, опять же, время покажет, как это будет. У нас есть свой план, есть свои амбиции. Нам нужно это все воплотить в жизнь. И скажите еще, да, кто все трое, кто будет в этом получаться, какие мы сегодня называем? Глазерин, Сандул, это два человека. И, 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 ну, Липовы добавится, но он уже был здесь, но он добавится чуть позже, да. Ну, так, я думаю, что может быть на этом этапе и все. Я надеялся на Попова, но тут троеточие можно поставить. Это, это, это пока так, без комментариев.